Жизнь красива, жизнь жестока. Когда мы рождаемся, то наша мама испытывает боль. Когда мы влюбляемся, мы чувствуем боль в сердце. Мы так счастливы быть живыми и настоящими. Но иногда это так больно. Больно услышать правду о себе. Больно узнать о том, что тебя не любят или не хотят принимать. Боль порой делает нас такими мудрыми. Как будто кто-то вырывает кусочек твоей души в области горла или груди и забирает его себе. А мы в судорогах закрываемся от мира и стараемся как можно скорее найти этот фрагмент здесь, без которого наша жизнь теряет смысл. Но пока мы хотим залечить рану, сам путь становится важнее. Происходит трансформация и сердце заживает. Мы становимся сильнее. Если бы Бог хотел уберечь нас, своих чад от боли, не создал бы такие хрупкие сердца, умы. Мы рассыпаемся на тысячи осколков, когда узнаем, что наш план в голове не соответствовал действительности. Что наши чувства были ложными. И у мира есть свои планы по поводу каждого из нас. Погружаясь в хаос и сомнения, мы как кольцо из астероидов начинаем кружить вокруг раненой души, ожидая в надежде, что кто-то бесконечный соберет ее воедино. А что делаем мы, когда приходит правда о нас, о жизни? Мы вспоминаем то самое чувство в груди и хотим во что бы то ни стало его заглушить. Новыми людьми, громкой музыкой, бесполезным общением, имитируя радость и любовь друг к другу. И чем глубже эта боль прожигает наше существо, тем глубже мы прорабатываем созданный нами образ. А так как это неправда, то мы берем готовый шаблон с других имитаторов жизни. И у нас сразу так много общего, пронизывая все свои увлечения и любимые передачи поиском обезболивающего, сокращая градацию красок всех наших чувств, с миллиона оттенков на какую-то тысячу, мы начинаем наслаждаться собственной предсказуемостью и ленью по отношению к новым чувствам, называя это минимализмом. Ведь любая жизнь — это искусство, но боль остается единственным, ради чего стоит жить, если это приводит к себе настоящему. И каждый раз, когда к нам приходит Высшее, через легкий надрез в нашем затвердевшем сердце, у нас всегда есть выбор — залить рану воском или стать настоящим.